СОЛЕГОРСКИЙ ШАХТЕР В этом поединке обоим соперникам необходима была победа. Жоденцев при благоприятном раскладе Виктория выводила на третье место в чемпионате, а команда областного центра также при определенных обстоятельствах могла прыгнуть с 12-й на 9-ю строчку турнирной таблицы. Поэтому игра началась без предварительной разведки. Уже на пятой минуте после рикошета мяч оказался в воротах Витебска. За секунду до этого боковой судья поднял флаг и зафиксировал положение вне игры. А еще через три минуты Жоденцы организовали уже правильный гол. Атаку на правом фланге поддержал Дмитрий Антелевский и сильно пробил в ближний угол. Галкипер Витебск Артем Сорока низко присел и не смог парировать сильный удар. На это хозяева ответили сольным проходом Антона Матвеенко. Полузащитник обыграл несколько футболистов соперника и точным ударом расстрелял ворота торпедовцев. В начале второго тайма Жоденцы вновь вышли вперед. Капитан Витебска Артем Скитов потерял на своем фланге Габриэля Рамоса. И последний вновь ударом в ближний угол сделал счет 2-1 в пользу белазовцев. Наставник белосиних Сергей Ясинский не стал медлить заменами и бросил в бой трех свежих футболистов. Фартовым из них оказался игрок дубля Захар Червяков. Парень второй раз вышел на замену высшей лиги и снова забил. И в очередной раз восстановил счет на табло. Показалось, что матч так и завершится. Но на 86-й минуте случился довольно спорный момент. Судья посчитал, что на Антоне Матвеенко правила не нарушали. Гости перехватили мяч и забили третий необходимый гол для победы. Филиппе Волоза так обрадовался взять у ворот, что получил красную карточку. И еще успел нецензурно высказаться в сторону Сергея Ясинского. В результате в подтрибунном помещении вспыхнула заварушка, которую растащили ОМОНовцы. На послематчевой пресс-конференции наставник хозяев был разочарован результатом противостояния. А главный тренер гостей не скрывал радости от бронзовых медалей. Вот эту победу мы заслужили через игру. Особенно, я еще раз говорю, во втором тайме. И она вообще справедливая, эта победа. Вот, конечно, столько радости всего. Я считаю, как минимум мы сегодня на ничью наиграли и моментов создали побольше, на мой взгляд, чем соперник. Ну вот, видимо, тот кураж, то настроение, тот разгон, который взяла Жудзинская торпеда, борясь за медали, наверное, вот это стало решающим фактором в этой игре. По итогам 30-го юбилейного чемпионата Белоруссии, ФК Витебск набрал 36 очков и расположился на 12-м месте в итоговом протоколе. Волевую победу одержал хоккейный клуб «Витебск» в матче против «Барановического авиатора». Команда областного центра остановила безрезультативную серию с этим соперником. Подопечные Романа Юпатова взяли верх со счетом 3-2. За действиями «Медведей» на площадке следила и наша съемочная группа. Сложно представить, но «Витебск» не побеждал «Авиатор» с 13 сентября 2018 года. Летчики не уступали «Медведям» на протяжении 21 игры. Иначе говоря, «Барановичи» заколдованный клуб для подопечных Романа Юпатова. Между тем, наши земляки одолели соперника на Кубке Белоруссии. И что мешает повторить этот успех? Никакой магии в поражении команды областного центра от «Авиатора» нет, уверен начальник команды Антон Багрунов. Нужно реально смотреть на вещи, и тогда станет понятно, что не наработали сами. Иногда большая жажда победить не подкреплена соответствующими действиями на площадке. Историй абсолютно никаких нет. Просто бывает, что где-то нам не хватало чуть-чуть удачи, где-то мастерства, где-то вратарь не выручал. Но надеемся преломить эту ситуацию. То есть мы всегда играем на победу, и думаю, сегодня мы должны победить. Уже второй матч подряд складывается впечатление, что команда с берегов Двины плодотворно провела паузу в национальном розыгрыше. Клубу удалось укрепить определенные позиции, подтянуть физическую подготовку подопечных и поработать над тактикой. Об этом говорит и главный тренер команды Роман Юпатов, который в последних встречах доволен не только самоотдачей игроков, а и их содержательной игрой на площадке, которая стала приносить очки. В паузе большой упор сделали на функциональную подготовку, много работали в тренажерном зале, работали с баллонами. В паузе несколько ребят присоединились к нам из других команд. На данный момент они уже играют в коллективе и потихоньку вливаются. Хотелось бы, конечно, ждем от них большего, но будем надеяться, что все будет хорошо. Тем временем игра началась с прессинга в исполнении витебских хоккеистов. Они высоко встречали соперника и при любой потере шайбы быстро контратаковали. Тем не менее, дивидендов это подопечным Романа Юпатова не принесло. Кроме того, что по броскам хозяева превзошли летчиков. Во втором периоде наши земляки первыми пропустили, но потом собрались и восстановили счет. Но еще до перерыва хоккеисты-авиатора снова вышли вперед. Все решилось в заключительной третьей встрече, на которую Витебск вышел как на последний бой. Вначале Жавахир Расулов стал первым хоккеистом из Узбекистана, забросившим шайбу в чемпионате Беларуси. И сравнявшим счет во встрече. А победную шайбу на свой счет записал игрок Витебска Егор Калугин. Медведи взяли верх со счетом 3-2 и вплотную приблизились к сопернику. Сейчас в споре за четвертое место авиатора Витебска разделяет одну очко. Стартовал второй круг чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд высшей лиги. Витебская марка ВГТУ дома принимала западный бук из Бреста. В первом круге наши земляки уступили сопернику, а в домашней игре взяли уверенный реванш со счетом 3-1. В первом круге подопечные Дениса Матвеева не добрали много очков. Оно и понятно, несыгранная команда не может стабильно противостоять как фаворитам, так и крепким середнякам розыгрыша. Теперь все поменялось. Волейболисты чувствуют уверенность в собственных силах и начинают погоню за вырвавшимися вперед клубами. Об этом говорил и главный тренер марка ВГТУ Денис Матвеев. На старте розыгрыша команда с берегов Двины лишь нащупала свою игру. Партнеры притирались друг к другу. Кто-то не подошел к требованиям наставника. С ними пришлось распрощаться. В команду пригласили других игроков, кто сумел усилить игру коллектива. В результате достижения первого круга, безусловно, можно считать выход наших земляков в финальную часть Кубка Беларуси. Но и в регулярном чемпионате волейболисты Марка своего последнего слова еще не сказали. Вот сейчас как раз-таки именно тот момент, когда те растерянные очки в начале сезона требуются, как говорится, вернуть. Но я надеюсь, что у нас все будет сложиться. То есть то, что мы запланировали на этот сезон, мы к концу сезона верстаем и, как говорят, цеплят по 8 часов. Подвести результаты первого круга соревнований мы попросили и рулевого западного буга Александра Верковского. Соперник не попал в финальную часть Кубка Беларуси, но в чемпионате страны опережал Маркова ГТУ. Как выяснилось, в силу различных обстоятельств брещане сильнее играют в родных стенах, чем на выезде. Конечно, всегда мало. Всегда мало. Хочется более результативно, более таких эмоциональных, положительных вещей. Сегодняшний день не особо, так скажем, готов. По сути, у нас такая команда интересная с характером, ну и старички, и молодежь. Это будет нормальная битва. Поэтому круг еще не завершен для нас по факту. То есть когда мы сыграем Сабухова, можно что-то сказать. Но в принципе, то, на что мы рассчитывали, на 80% мы сделали. В стартовой партии первыми с волнением справились хозяева. Они минимизировали потери на подаче, а потом наладили игру на блоке. Не дали наши земляки развернуться сопернику и следующей партии, которую провели довольно уверенно. В итоге Марко вышел вперед 2-0. При этом подопечные Дениса Матвеева преждевременно поверили в викторию и немного ослабили концентрацию. Этого обрещания не простили и сократили отставание до минимума 2-1. Главный тренер команды смог найти нужные слова, чтобы вновь настроить подопечных на борьбу. В итоге в четвертой партии команда областного центра взяла верх со счетом 25-19 и выиграла встречу 3-1. Это позволило нашим землякам подняться на седьмую строчку в турнирной таблице. В очередном туре чемпионата Беларуси по гандболу среди женских команд ВК Витебчанка на своей площадке принимала чемпиона страны Гомель. На равных противостоять фавориту у подопечных Александра Сытько получилось только в первой половине игры. А после перерыва соперницы захватили инициативу и довели счет до победы 33 на 25. На этот раз в спортивном зале Витебского кадетского училища встретились старые знакомые. Имея в виду наставников команд, Словенец Томашкчатер возглавляет женскую национальную сборную Беларуси, а Александр Сытько помогает ему в этом деле. Но на клубном уровне они соперники, каждый из которых решает свою задачу. Понятно, что у команды с берегов длины проблем больше, чем у фаворита. Витебчанка вынашивает амбициозные планы, но пока не может их реализовать. Это недобор очков в первом круге соревнований. Главный тренер команды так объяснил ситуацию. Ну, все дело в том, что еще не притерлись, как в любом механизме. Необходимо время, чтобы шарниры и шарики заработали одновременно. Поэтому надо немножечко времени, благо, что чемпионат длинный. И я думаю, что со временем придет. При хорошей работе, которую мы проводим, результат, я думаю, придет. Как выяснилось, и у чемпиона Беларуси есть свои сложности в нынешнем розыгрыше. Виной тому непростая эпидемиологическая ситуация. Собраться в полном составе гомельчанкам удалось только за 4 дня до игры. Поэтому подопечные Тома же Чаттера еще не набрали оптимальных кондиций. Очень большой проблем с коронавирусом. Ну, пока все сейчас уже вернулись на доноровку. Но очень тяжело. Батареали всю физику, которую сделали в предсезонке. А с каждой командой надо стараться идти в игру максимально. Я тут всегда говорю, даже если самая плохая команда в нашем чемпионате, надо настраиваться, на нее надо играть. Тем временем, в первом тайме, наши землячки мало чем уступали соперницам. Надежная игра вратаря придала хозяйкам уверенности. И они раз за разом находили слабые места в защите соперниц. В итоге, после половины игры, гомель был впереди 14-13. Ну, а после перерыва, все стало на свои места. Лидеры ведь общанки устали, а заменить их было неким. В отличие от соперниц, у которых гораздо больше вариативности на скамейке запасных. В итоге гомель одержал уверенную победу со счетом 33 на 25. Четыре крупных городских катка этой зимой будут залиты в областном центре. Разместятся они на традиционных площадках Витебска и будут оборудованы пунктами проката спортивного инвентаря. Кроме этого, планируют залить хоккейные коробки во дворах жилых микрорайонов. Также для любителей активного отдыха проложат лыжные трассы в пойме реки Видьбы и парке культуры и отдыха Советской армии. А вот безопасное место для трассы, где можно кататься на тюбингах и санях, пока не определено. Его обустройство требует повышенных мер безопасности. В этом зимнем сезоне при оптимальных погодных условиях мы планируем организовать работу четырех городских катков. Это традиционно два на площади Победы, нижняя площадка летнего амфитеатра и на центральном спортивном комплексе. Также более 20 хоккейных коробок будут работать. И покататься на лыжах можно будет в городских парках. Это парк Советской армии, парк Тысячелетия, парк Тридесятилетия Волка СМ, парк Железнодорожников. Ну и, конечно же, лыжероллерная трасса в пойме реки Видьба. Поэтому, в принципе, на городских катках будет организован пункт проката спортивного зимнего инвентаря. Это коньки, лыжи. В принципе, возможность всех любителей зимних видов спорта будет прекрасная. Главное, чтобы погода не подвела. Будем надеяться, что нынешний зимний сезон на Витебщине получится полноценным и позволит жителям северного региона вдоволь постоять на коньках, покататься на лыжах и санках. Пускай прошлое, практически бесснежная зима, станет исключением из правил. А погода вернет свой должок вдвое. И на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До встречи через неделю. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!